В кинотеатре Украина сделают кинолекционный комплекс, где будут бесплатно показывать старое военно-историческое кино. О принятии такого решения сообщил министр культуры России Владимир Мединский в ходе своей рабочей поездки в Севастополь. Задачу реализовать этот проект возложили на директора Севастопольского военно-исторического музея-заповедника Николая Мусиенко. Там хороший зал, мы сделаем этот самый люксовый кинолекционный комплекс в Севастополе, а может быть вообще и в Крыму. Идея какая? Вернув в инсту кинотеатр, там будет показываться российское кино в первую очередь, но при этом мы в дневные сеансы сделаем военно-исторический музей, мы сделаем старое военно-историческое кино, Нахим, Александр Невский, корабли штурмуют бастионы, с приглашением детей, с бесплатными социальными билетами и с лекциями сотрудников музея о тех событиях. В вечернее время Украина будет работать в формате коммерческого кинотеатра. Владимир Мединский пообещал, показывать будут только хорошее российское кино. Единственное исключение, я сказал, можно по воскресеньям мультики для детей, когда в школьники не ходят. Иностранные, все. Я думаю, что иностранные кино. В фойе кинотеатры собираются разместить выставочную экспозицию. В кабинетах организуют классы для занятий с детьми, а в холле точку общепита.